Чай на Татарстан! Здесь живет Николай Соловцов. Хозяйство крепкое, есть хлев и пасека. Везде видна хозяйская рука. У дяди Коли есть свой дом, свой огород и даже свой родник. Поэтому круглый год на его столе только свежие продукты и чистая вода. Есть даже беседка, где можно посидеть и отдохнуть. Нет только соседей. Вот уже 40 лет Николай Соловцов. Единственный житель Новосергиева. Новосергиево – некогда большая деревня. Николай Соловцов вспоминает. В лучшие годы здесь было 200 домов. Все они стояли вдоль реки на одной улице, растянутой на 4 километра. Но люди уезжали, дома приходили в запустение. Все забыли, все бросили. Прям обидно, обидно за все. Дядя Коля и сам попытал счастье в городе, но понял – без деревни не может. Я приезжаю сюда, смотрю, все валится, все не едет. Я плакал, просто плакал. И потом хозяевам, которым мама тут этот дом продала, мука будет продавать, я вас куплю. Вот они уехали, я купил. И опять все восстанавливал. С тех пор он – хранитель села. Своими силами создал обелиск памяти сельчанам, погибшим в Великую Отечественную войну. Сам построил часовню для всех религий. Рядом с православным крестом стоит и мусульманский полумесяц, и звезда Давида. Зима для Николая Соловцова – время особое. Когда был мальчишкой, в это время в селе кипела жизнь. Сначала праздновали Рождество, потом на святки клядовали так, что песни было слышно даже в соседних селах. А Новый год праздновали вокруг елки. Теперь он делает это один. Но в этом году поставить не успел. Да хотелось бы, конечно. Всю свою жизнь Николай Иванович считает, что если во что-то сильно верить, то это обязательно сбудется. А под Новый год тем более. С новогодней елкой к дяде Коле приехали мы, чтобы праздник по-настоящему состоялся. Вот, Николай Иванович, вам немножко праздничного настроения. Спасибо вам за елку. Остается только пожелать всего-всего вам, люди добрые. Николай Соловцов вспоминает свой самый дорогой новогодний подарок. Было голодное послевоенное время, и учителя подарили деревенским детям сладости. Сколько там пряников? Пять или шесть лет? Всем школьникам поштучно давали. И вот лучшего подарка я больше никогда не помню. Вот теперь уж точно все готово. Новосергиево готово встречать новый 2022 год. Есть где встречать, а главное есть кому встречать. Хранителя села Николая Ивановича Соловцова, который доказал всем, что село живо, даже когда одному человеку это нужно. Тем людям, которые еще сохранили свою честь, мудрость, чувство ответственности перед Родиной, пожелание такое, живите мирно, дружно, живите с Богом. Рамиль Шайдуль, Алмаз Единов, ТНВ, Камско-Устинский район.